Лошадей называют самыми благородными существами, и легко понять почему. Они были лучшими друзьями человека всю историю человечества, начиная с момента, когда одному прямоходящему пришло в голову приручить это благородное животное. Они сопровождали человека везде, будь то прогулка или поле битвы. Значение коневодства невозможно преувеличить. Одним из первых животных, одомашненных человеком, была лошадь. Ее роль в истории развития цивилизации сложно переоценить. К примеру, растение водства приобрело значительный размах только после привлечения к земледельческим работам лошади. То есть применение лошади значительно облегчило, ускорило и рационализировало труд земледельца. Только на лошади человек мог преодолеть тысячи километров в поисках лучших краев для жизни. Во всех войнах до начала 20-го столетия силой, решающей исход сражений, была конница, против которой не могли устоять ни пехота, ни экзотические боевые слоны, ни какие-либо другие рода войск. В связи со спросом на лошадей для тяжеловооруженных рыцарей, в Западной Европе начался процесс укропнения и утяжеления лошади. На сельскохозяйственных работах и транспорте лошадей в Европе стали использовать лишь в 11-12 столетиях. После изобретения пороха и столкновения европейских воинов с легкой подвижной конницей восточных народов, в Европе возник спрос на легкую, быструю, с хорошим голопом верховую лошадь. В результате использования восточных жеребцов в Англии была выведена чистокровная верховая лошадь, а в Европе создано много полукровных пород лошадей. Таким образом, в настоящее время в мире существует несколько сотен пород лошадей, применяемых в самых различных областях и сферах развития человечества. Давайте посмотрим, какие особенности присущи этим животным. Глаза лошади являются одними из самых больших среди всех наземных млекопитающих, причем животное пользуется как монокулярным зрением, так и бинокулярным. С помощью монокулярного зрения лошадь может смотреть одним глазом на объект, расположенный впереди нее, например, куст, а вторым глазом – назад, например, на источник опасности. Монокулярное зрение лошадьми особенно часто используется в дикой природе для контроля перемещения опасных для них хищников. Когда лошадь одним глазом замечает какое-то опасное движение в области видимости, животное поворачивает голову в сторону предполагаемой опасности, чтобы разглядеть ситуацию обоими глазами. Здесь лошадь стремится переключиться на бинокулярное зрение. При этом в представлении животного при переключении зрения объект исследования может исказиться до неузнаваемости. Этим можно объяснить пугливость всех лошадей. Поэтому если вы хотите погладить лошадь, надо не уходить из ее прямого поля зрения, чтобы она вас изучила. Когда морда лошади выглядит так, будто она смеется, это означает, что она усиливает обоняние, специальная техника, которая имеет название флэхмен. С помощью этого метода лошадь определяет запах, хороший или плохой. На нижней стороне копыта лошади находится область треугольной формы, так называемая лягушка, которая действует как амортизатор, а также помогает перекачивать кровь обратно по ноге. Так выглядит копыта сразу после того, как его почистил кузнец. А еще скакуны обладают сильной группой мышц вокруг пищевода. Эти мышцы настолько сильны, что желудок скорее взорвется, чем даст осуществиться рвотному рефлексу. Лошади имеют острое обоняние, что позволяет ей обнаружить нервозность всадника или определить пьяного человека. Они также дуреют от запаха крови. И, конечно, они обладают незаурядной памятью. Исследование, проведенное в 2010 году, дало довольно неожиданные результаты об интеллекте лошади, и особенно об ее памяти. Наши парнокопытные друзья не только могут понимать наши слова гораздо лучше, чем мы ранее ожидали, их память, по крайней мере, настолько же хороша, как у слона. Если с лошадью обращаться ласково, она запомнит человека как друга до конца своих дней. Лошадь немедленно возобновит дружбу, когда она увидит этого человека снова, независимо от того, как долго они не видели друг друга. Они также очень хорошо запоминают места. Большинство лошадей начинают нервничать, когда их приводят в то место, где они когда-то чего-то испугались. Тем не менее, хорошая память и относительно развитый интеллект лошадей – это не всегда хорошая вещь. Если им становится скучно, они могут случайно выяснить, как отвязывать себя от столбов и как открывать защелки и закрома для зерна. Как только они узнают эти методы азарства, они их никогда и ни за что не забудут. Более того, они могут научить этому других. На этом видео поначалу кажется, что лошадь играется с быком, но потом становится понятно, что она пытается освободить быка. Она кусает зубами ошейник, пытаясь его снять. Эмоциональный интеллект лошадей поистине поражает. Чтобы определить, способны ли лошади различать мимику людей, университет Суссекса провел эксперимент. Из пяти различных конюшен были выбраны 28 особей разных полов, пород и возраста – от 4 до 23 лет. Каждой из особей были показаны цветные фотографии двух незнакомых мужчин. На одной мужчины улыбались, а на другой злились. Лошади раньше никогда не принимали участие в подобных экспериментах, поэтому их реакция была искренней и спонтанной. Когда лошади видели гневное выражение лица, их сердце билось чаще, указывая на повышенный уровень стресса. Дружелюбное лицо не вызывало подобной реакции. Кроме того, реагируя на гневные лица, многие лошади поворачивались к фотографии левым глазом. Такое поведение свойственно животным, когда они сталкиваются с негативными стимулами. Лошади были рядом во многих достижениях человечества, но знали ли вы, что лошади также сыграли свою роль в изобретении технологии кино? Все началось в 1870-х годах с человека по имени Лилан Стэнфорд. Он был убежден, что в какой-то момент бега все четыре ноги лошади одновременно отрываются от земли. Его заявление было встречено со скептицизмом, так как лошади — это огромные существа, поэтому у них, безусловно, должно быть по крайней мере какое-нибудь соприкосновение с землей на протяжении всего бега. Уверенный в том, что он прав, Стэнфорд сделал ставку, что он сможет предоставить неопровержимое доказательство правдивости этого утверждения. Стэнфорд нанял фотографа Эдварда Мэйбридж, чтобы тот помог ему в его миссии. Мэйбридж, однако, понимал, что технологии камеры в то время были слишком неуклюжими, чтобы запечатлеть лошадь именно в тот момент, когда все ее копыта отрываются от земли. Однако это его отнюдь не остановило, и он использовал совершенно новую технику фотографирования для достижения своей цели. Он расставил ряд из 24 камер бок о бок. Каждая из камер делала фотографию сразу после того, как ее делала предыдущая камера, в итоге запечатлев знаменитую скаковую лошадь по кличке Салли Гарднер в 24 различных стадиях галопа. Это не только доказало теорию Стэнфорда, все четыре ноги Салли Гарднер действительно были оторваны от земли, создавая иллюзию, что она летела, но по существу привело к созданию 24-кадрового анимационного фильма. Заинтригованный своей новой техникой он также изобрел зоопроксископ, машину для просмотра движущегося изображения на определенной пленке. А теперь давайте посмотрим на самые удивительные и красивая порода лошадей. Начнем с масти. Это кремовая ахалтикинская лошадь. Эти лошади заслуженно считаются одной из самых красивых, грациозных, выносливых пород лошадей в мире. За изобеловый цвет отвечает сочетание сразу двух генов на основе любой основной масти. Белые лошади, чей корпус покрыт небольшими темными пятнами, называются леопардовыми или угольки под снегом. Пинто – редкий вариант расцветки, которая представляет собой сочетание любого базового цвета с белым. Встречаются вороные пинто, рыжие пинто, гнедые пинто, серые пинто и многие другие. Черно-белые пинто отличаются необычным окрасом. Пятна на теле являются визитной карточкой животного. А светлая шерсть этих мышастых лошадей обладает пепельным окрасом с легким зольным оттенком. Другими словами, серый с черным отливом. Голова, нижняя часть ног, а также грива и хвост имеют более темную окраску. Вдоль позвоночника можно увидеть черную тонкую полоску – ремень. Все знают, что силу не зря меряют в лошадиных силах. Что может противопоставить конь всему остальному миру? С человеком все просто. Вот, например, один конь перетягивает канат у 18 человек. Но есть особые лошади, которые выводили специально для тяжелейшей работы. Эти горы мышц весом в одну тонну так и называются – тяжеловесы. Вот, например, орденская лошадь – одна из древнейших пород лошадей. Эти богатыри использовались в качестве боевых лошадей еще во времена крестовых походов. Или вот английский тяжеловоз. Эта лошадка обладает невероятной силой и мощью. Один самец весом чуть более тонны способен сдвинуть с места груз весом 2-3 тонны и даже протащить его на некоторое расстояние. Английские тяжеловозы использовались в свое время для транспортировки пивных бочек. На самом деле, названия пород этих лошадей особо не отличаются разнообразием. Посмотрите, это русский тяжеловоз. А это бельгийский тяжеловоз. А это шотландские тяжеловозы или Клейдесдаль. Пожалуй, это самые сильные лошади в мире. В 1893 году два таких жеребца установили мировой рекорд, который до сих пор никто не побил, ведь они переместили с места груз в 128 тонн. Но теперь вернемся к обычным лошадкам. Так ли они дружелюбны и миролюбивы? Или все-таки могут за себя постоять? Конечно. В стычках лошади используют свои мощные ноги, но при случае могут очень серьезно прокусить своими огромными зубами. Понятно, что в столкновении с хищниками у лошадей не так много шансов выйти победителями, но мы посмотрим на некоторые случаи. Это удивительный случай нападения лошади на крокодила, вожак стада решил прогнать рептилию и пошел в атаку, сильно ударяя копытами по земле. Крокодил был готов к атаке и в какой-то момент даже попытался схватить лошадь своей мощной пастью, но удары копытами напрочь отбили все желание охотиться, и крокодил поспешил скрыться. А этот случай произошел в зоопарке. Пума пробралась к лошади с жеребенком и хотела напасть, но мать сразу заметила незваного гостя и пошла в атаку. Большой кошке пришлось ретироваться. На этом видео кобыла защищает своего жеребенка. Если вам кажется, что такое поведение для кобылы слишком агрессивное, то это далеко не так. Жеребцы совсем не прочь разделаться с жеребенком, потому что на уме у них только спаривание, а пока кобыла возится с малышом, она никого не подпустит на пушечный выстрел. Также нередко происходят стычки лошадей с собаками, обычно плачевно оканчивающиеся для последних. В этом случае лошадям приходится использовать только удары копытами. Но если лошади захочется вас укусить, то ничем хорошим это не закончится. Пожалуй, на сегодня это всё. Согласитесь, очень красивое создание, умное, свободолюбивое и способное за себя постоять. Что удивило вас больше всего? Напишите в комментариях. А заодно напишите, про каких удивительных животных вы бы хотели увидеть следующий выпуск. До встречи в следующих видео на нашем канале. Субтитры создавал DimaTorzok